Игровые приставки для военных целей Высокая вычислительная мощность процессоров PlayStation 3 в свое время привлекла многие учреждения и организации, в том числе и американских военных. После снятия грифа секретности стала доступна информация о применении игровых консолей при решении задач оборонного ведомства США. Система на основе микропроцессоров PlayStation 3 была выбрана ВВС США по причине общей доступности комплектующих деталей, высокой эффективности консолей при работе с графикой, а также более низкой стоимости в сравнении с запланированными Министерством обороны затратами. Экономическая составляющая проекта Condor Cluster предполагала инвестиции по 10 тысяч долларов на вычислительный модуль суперкомпьютера, а вся приставка PlayStation 3 продавалась по 400 долларов. Суперкомпьютер построили из 1760 консолей. Результатом работы суперкомпьютера должна была стать возможность детального исследования и анализа данных аэрофотосъемки при распознавании на спутниковых фотографиях объектов, представляющих интерес для военных. Правда, ОС-Линукс, обеспечившая высокую эффективность работы PlayStation 3, не соответствовала требованиям защиты данных, предъявляемым к военным проектам. Проверки обнаружили многочисленные уязвимости, поставившие крест на дальнейшей работе платформы. Волосяные дисплеи. У наших волос есть уникальное свойство. Они могут стать источником углерода и азота для создания светоизлучающих частиц. И это свойство использовали специалисты Квинслендского технологического университета. Теперь тысячи тонн человеческих волос, которые выбрасывают парикмахеры, можно утилизировать и отправить на службу человечеству повторно. Для создания OLED-панелей волосы тщательно очищают от всех примесей, и затем их сжигают при температуре 240 градусов. Получается углерод и азот. Полученный материал преобразуют в углеродные нано-доты с размерами менее 10 нанометров. А их, в свою очередь, рассеивают на полимерной поверхности. Там они объединяются в так называемые наноострова, которые и можно использовать в качестве активного слоя OLED-экранов. Достаточно небольшого напряжения, чтобы нано-доты зажглись светом в синем спектре. Именно для испускания экранами света такого спектра требуется минимальное количество энергии. Яркость может достигать 350 кандал на квадратный метр, а на твёрдой стеклянной основе можно получить яркость до 700 кандал. Технология подойдёт не для создания больших экранов для смартфонов или телевизоров, а скорее для малых носимых устройств. Также использование органических излучающих устройств на основе человеческого волоса даст возможность создавать интеллектуальную упаковку, небольшие вывески, смарт-повязки и другие умные медицинские устройства. Павлодарские школьники смогут интерактивно влиять на меню в столовых и даже менять поваров. Правда, случится это, когда они вернутся за парты. В шести общеобразовательных учреждениях областного центра установлены тачскрин-панели, на которых дети смогут оценивать приготовленную им еду. Результаты мониторинга будут поступать в Управление образования, которое таким образом планирует оценивать результаты работы арендаторов школьных столовых. Система EPIT разработана павлодарским программистам. Её предназначение — показать родителям или чиновникам всю продовольственную логистику школьных столовых. От поставки продуктов питания и проверки их сертификатов качества, процесса приготовления пищи с помощью видеокамер, работающих в режиме реального времени. На сайте EPIT каждый может увидеть, что едят дети в школьных столовых и буфетах. Тач-панель для детей доступна на трёх языках. Интерфейс — прост. Статистика, собираемая устройством, автоматически попадает на сервер Управления образования. Эти данные для ведомства — готовый и развернутый анализ работы школьных столовых. И в зависимости от тенденций, которые они видят, они могут проводить дополнительное анкетирование. К примеру, западает питание в третьих, во вторых классах. Они заводят анкеты, что вам нравится, почему не нравится. Или наоборот, если всё хорошо, то они меньше обращают внимания на таких школ. Также и работа с арендаторами ведётся. Пока умная система школьного питания запущена лишь в шести образовательных учреждениях Павлодара. Благодаря ей родители в новом учебном году смогут не только контролировать питание своих детей, но и видеть будущее меню столовой на ближайшее время.